Многие из нас мечтают путешествовать, представляя, как мы будем рассекать по дороге на арендованном автомобиле где-нибудь в Европе или прогуливаться с картой в руках среди памятников архитектуры. Но у некоторых из нас же могут возникнуть сложности с ориентированием на местности. Про таких людей часто в шутку говорят, что у них топографический кретинизм. А может и не в шутку. И недавно, 4 сентября, отмечался День незнакомых дорог. Представляете себе такой день? Я не знал про него. И в честь этого праздника мы решили разобраться с вопросом касательно топографического кретинизма и рассказать, что же это такое на самом деле, каковы его причины и кто ему подвержен. Перед тем, как приступить к теме более детально, хочу напомнить, что у меня есть два YouTube канала Smart Education про зарубежное образование и Егор Еремеев про, собственно говоря, мои путешествия и факты о различных городах и странах. Если вам интересна учеба за границей, переходите туда, подписывайтесь. Если вам интересна про путешествия, если вам интересен travel контент, остаемся здесь, подписываемся на этот канал и вот смотрим, собственно говоря, про топографический кретинизм. Что это вообще такое? Я думаю, что в принципе всем понятно. Это недостаток способности человека ориентироваться на местность. Начинают неумение находить дом, даже с помощью навигатора, и заканчивая полным отсутствием понимания того, откуда пришел сюда и как вернуться обратно. К исследованию. К знаменитым британским ученым. Но сейчас у нас норвежский. Норвежские нейробиологи в 2014 году были удостоены Нобелевской премии за исследования, связанные с открытием клеток, ответственны за систему ориентации в мозге. Эти клетки реагируют одновременно на три координаты, аналогично GPS-навигатору. Они же передают информацию о текущем местоположении и следующем направлении движения. В то время ученые даже надеялись, что данное открытие откроет дорогу к разработке лекарства, которое поможет улучшить способность ориентации в пространстве. Когда мы ежедневно перемещаемся по одной и той же местности, наш мозг создает так называемую когнитивную карту. Эти карты позволяют нам в достаточной степени точно воображать маршрут в уме. Интересно, что при этом нет необходимости видеть дорогу. В 1998 году исследователи из России провели эксперимент, чтобы изучить влияние зрительной памяти на создание маршрута в уме. В эксперименте участвовали как незрячие, так и зрячие люди. Их разделили на две группы, каждая из которых включала обе категории. И в течение 10 дней они осваивали территории. Для одной группы это была знакомая местность, а для другой совершенно незнакомая. Позднее исследователи провели сравнение когнитивных карт участников эксперимента и получили следующие результаты. На незнакомой местности наиболее точные карты были у зрячих участников. При этом на знакомой территории незрячие проявили высокую точность в составлении карт. Это обусловлено тем, что слепые не могут ориентироваться с помощью зрительных данных и фактически вынуждены внимательно планировать каждый свой шаг, что позволяет им легко воссоздавать мысленный маршрут в дальнейшем. За ориентацию в пространстве отвечает правое полушарие головного мозга. И у женщин это полушарие часто менее развито. Поэтому считается, что женщины больше склонны к топографическому кретинизму, чем мужчины. Извините, что женщины, если вы смотрите, что я вам говорю это. Это утверждают исследователи. Это может быть результатом исторического контекста, когда женщины как хозяйки дома проводили больше времени у очага и заботились о детях, в то время как мужчины занимались охотой, им требовались навыки ориентирования и понимания местности. Опять же, все претензии к ученым. Иногда родители могут оказать влияние на развитие топографической ориентации у ребенка. Вот уж и правда, все проблемы из детства. Например, это уже от психолога. Если ребенка, который изначально левша, активно учат писать правой рукой, это может вызвать путаницу в понимании сторон. В результате этого может возникнуть вероятность, что в будущем у ребенка разовьется неспособность ориентироваться в пространстве. Появление такой проблемы может объяснить и наличие проблем с пространственным восприятием, которые могут иметь конкретные корни. Например, в детстве ребенок может оказаться в незнакомой ситуации, которая вызвала у него страх. Как вариант, заблудился в лесу или потерялся во время семейной поездки. Этот страх может перейти во взрослую жизнь и привести к нежеланию исследовать новые маршруты и избегать незнакомых мест. А еще плохую ориентировку на местности могут развивать гиперопекающие родители, которые не позволяли детям самостоятельно исследовать окружающий мир. Да, ребятки, чрезмерная опека – это тоже не всегда хорошо. Еще один интересный факт. Больше случаев неспособности ориентироваться на местности наблюдается среди людей, работающих в гуманитарных областях, чем среди технических специалистов. Психологи утверждают, что по наклонности ребенка к определенным наукам можно предсказать, будут ли у него возникать подобные проблемы или нет. Так, если школьник испытывает сложности с черчением или геометрией, то, скорее всего, в будущем у него могут возникнуть трудности с ориентацией в пространстве. В определенных ситуациях топографические затруднения могут быть связаны и с серьезными проблемами. Среди них – болезнь Альцгеймера или травма мозга. Как быть, если у вас топографический кретинизм? Если вам приходится усиленно напрягать свою память, чтобы вспомнить номер дома или название улицы ваших друзей, близких, или пошли в магазин, не помните, как вернуться обратно, да, или приехали в какой-то другой город, вышли из отеля, все, уже забыли, куда идти. Что делать с этим совсем? Нужно развивать память. Можно использовать так называемый метод, забавное название – дворец воспоминаний. Это мнимотехника, которая помогает запоминать и восстанавливать информацию с помощью ментальных образов и пространственных ассоциаций. Сначала вам нужно выбрать набор мест, которые вам хорошо знакомы и легко визуализируются в уме. Это могут быть комнаты вашего дома, места из вашего детства, улицы вашего города или любые другие физические места, которые вы можете ясно представить. Затем, чтобы запомнить какой-либо список элементов, цифры или факты, вы связываете каждый элемент с одним из выбранных мест. Представьте, как каждый элемент является частью этого места. Например, если вам нужно выучить параграф из учебника, то первую его часть вы мысленно привязываете к двери вашей комнаты. Вторую часть – к шкафу, который находится сразу после двери. И так далее. А когда вам нужно будет вспомнить информацию из параграфа, вы, представляя свою комнату, сможете воспроизвести параграф за параграфом. Эта мнемотехника требует практики. Изначально может показаться нереальным чем-то. Но она помогает развить навык использования локусов или тех самых местоположений и стать инструментом для улучшения памяти и облегчения запоминания информации. Едем дальше. У кого-то топографический кретинизм связан больше с невнимательностью. Многие люди, находясь в новых местах, слушают музыку в наушниках, разговаривают по телефону или общаются в мессенджерах. Вследствие этого им бывает сложно запомнить свой маршрут, так как они просто отвлечены чем-то другим. Для развития внимательности психологи рекомендуют, например, писать одновременно двумя руками. При этом левой рукой вы пишете слово «мама», а правой «папа». Как вариант. Такой метод способствует как улучшению внимательности, так и стимулирует развитие мозга. И через какое-то время вы сможете быть сосредоточенным на двух вещах одновременно. Еще одна причина, менее очевидная, по которой у людей может наблюдаться топографический кретинизм. Это банальная лень. Люди, которые редко выходят на свежий воздух, чаще подвержены топографическому кретинизму. У человека, который ведет малоподвижный образ жизни и не часто выходит на улицу, может возникнуть трудность в запоминании маршрутов. Это логично. Связано это с тем, что мозг не использует механизмы ориентации, постепенно их отключает. То же самое с мышцами, с физическими упражнениями. Если вы не тренируетесь, вы приходите в зал, вам сложно бегать, поднимать какие-то тяжести. То же самое и с ориентацией в пространстве. Поэтому имеет смысл периодически устраивать прогулки или вылазки в магазин, чтобы не терять навыки ориентирования. Периодически это желательно раз в день. Друзья, если это видео, эта тема вам понравилась, ставьте лайк, пишите в комментариях, были ли у вас случаи, когда вы терялись. Считаете ли вы, что у вас хорошо развиты навыки ориентирования или же наоборот. Вы вышли, перешли через дорогу и уже забыли, откуда путь держите. Пишите. Также, если вам интересна какая-то тема о путешествиях или о таких психологических вещах, пишите мне об этом. Рекомендуйте темы. И мы будем снимать на них ролики. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова